Жила и была на свете И тогда она решилась пойти к колдунье. Колдунья жила на краю деревни. Она не далась только в помощь людям. Помоги мне, я очень хочу иметь ребенка, взмолилась женщина. Отчего же не помочь? Вот тебе ячменное зерно, оно непростое. Посади-ка его и увидишь, что будет. Придя домой, женщина первым делом посадила зернышко в землю и стала ждать. Прошло всего мгновение, и вот уже прекрасный цветок раскрыл свои лепестки, и, о чудо, внутри цветка была маленькая девочка, всего с дюем ростом. Я назову тебя дюймовочкой. И стали они жить вдвоем. Но однажды в открытое окно забралась жаба. Она увидела девочку и подумала. Хорошая невеста будет для моего сыночка. Жаба схватила скорлупку и выпрыгнула с ней в окно. Жаба принесла ореховую скорлупку с девочкой к реке и оставила дюймовочку на широком листе кувшинки, чтобы она не могла никуда убежать. Вскоре мамаша жаба появилась со своим сынком. Это все, что мог сказать безобразный жених. На счастье, мимо пролетал мотылек. Он бросился. Из последних сил потянул лист на себя, и тот оторвался от ножки и поплыл по течению. Дюймовочка была спасена. А в это время над ними пролетал майский жук. Ему так понравилась красавица, что он тут же схватил и унес дюймовочку. Жук принес дюймовочку на лесную поляну и тут же предложил ей руку и сердце. Красавица еще ничего не успела ответить, как появились другие жуки и подняли ее название. Майский жук смутился. Он уже не хотел жениться на дюймовочке. Целое лето прожила дюймовочка одна, одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку из трав, ела сладкую цветочную пыльцу. Но вот наступила холодная мысль. Пошли дожди, и дюймовочке нужно было искать себе убежище от холода и ветра. Долго бродила девочка, пока не обнаружила на краю пшеничного поля замерзающую ласточку. Бедная птичка, ты не можешь улететь в теплые края, и ты погибнешь тут. Вдруг в холмике распахнулась дверь, и оттуда появилась полевая мышь. Ты, наверное, голодна. Ступай ко мне в норку, погрейся и поешь. Так дюймовочка осталась зимовать у полевой мыши. К ним в гости часто захаживал крот, сосед полевки. И дюймовочка пела и танцевала для них. И хотя крот не любил ни солнца, ни цветов, и тем более птиц, дюймовочка ему очень понравилась. И он все чаще захаживал в гости к соседкам. Все время, пока дюймовочка жила у полевой мыши, она украдкой ухаживала за ласточкой, поила ее свежей водой и кормила пшеничными зернами. Может, еще выглянет теплое солнышко. Ты отогреешься и сможешь покинуть эти холодные края, утешала она ласточку. И все было бы хорошо, но старый и толстый крот решил жениться на дюймовочке. Ох, как не хотелось дюймовочке выходить замуж за скучного крота, жить глубоко под землей и никогда больше не увидеть голубого неба. Но со старшими разве поспоришь? Последний раз она отпросилась посмотреть на солнышко и на свою ласточку. Но в этот день случилось чудо. Солнце так пригрело ласточку последними лучами, что та совсем ожила и не улетела проститься со своей спасительницей. Увидев ласточку, дюймовочка бросилась к ней, и они взлетели к синему небу прямо перед носом крота и мыши. «Стой! Стой!» – кричал слепой жених. Но ласточка была уже очень далеко. Ласточка летела над темными лесами, высокими горами, прямо к теплому синему морю, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы. Наконец они опустились на прекрасную поляну. Вот здесь теперь будет твой дом. И здесь ты найдешься... Хотела дюймовочка оглядеться, как из цветов появились прекрасные создания с прозрачными крыльями. Это были эльфы. И самый красивый, а это был сам принц, подлетел к красавице и тут же предложил ей стать его женой и королевой эльфом. И, конечно же, дюймовочка согласилась. Принц подарил своей невесте крылышки, и они весело закружились в танце. Счастью эльфов не было предела. Наконец-то у них появилась настоящая королева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова